Осторожно, далее будут маты. Итак, всем привет, с вами Хочу пожрать шоу. Ладно, шутка, это военный обзор, я Иван Савин, а это Кирилл. Да, это я, это человек, который матерится и много жрёт. Сегодня у нас на обзоре вот такие вот, так сказать, российские аналогы МРР. То есть это сухпайок, рассчитанный на один приём пищи. ОПРП. ОПРП. Одноразовый промежуточный рацион питания ОПРП. В общем, посмотрим, хватит ли такой души, как я, вот этого вот мини-сухпайка. Так, вот непосредственно наш ИРП. ОПРП, бля. Да, Кирилл уже свой открыл для своего канала, у него будет обзор на английском. Собственно говоря, пакет очень маленький, воздух из него вытянут. И внизу у нас есть что-то типа молнии, такой вот зип-пакет, да. Что ж, попробуем воспользоваться молнией. Молния, во всём виновата молния. Так. О, у меня, кстати, молния открылась, а у Кирилла нет. А, пиздец. Так, пакет разгерметизирован. Его, кстати, удобно использовать как переноску для воды в экстренных случаях. Ну и также в него удобно собрать все объекты, все фантики. Весь срач, короче. Да, весь срач в него убрать будет очень удобно, так что его стоит сохранить. Так, вот такая вот у нас здесь маленькая коробочка. Что у неё внутри? Ну, внутри нас встречают салфетки. Одна для рук, одна для столового прибора. Сухое топливо с таганком. Ярлык-вкладыш. Так, дальше у нас идёт икра из кабачков. Сахарный песок. Большой такой пакет. Чай чёрный. Байховый чай. О, очень тарелый. Такой хороший, удобный пакетик с яблочным повидлом. Соль, которой я вообще никогда не пользуюсь. Перец, который я никогда не употребляю. Так, две пачки армейских галет. И рагу. Овощное с мясом говядины. Ложка. И несколько салфеток. Всё. Таблетки ещё для очищения. Чёрный пакетик с яблочной водой. Чтоб как на сутках на броне на каких-то не обосраться. Если у вас орги, засранцы, напоили технической водой. Вот так вот. В общем, у нас ничего не отличается в этих ОПРП. Потому что они оба первый вариант. Я думал, может, вот эта жрачка какая-нибудь другая будет. Ну, в общем, я бы не сказал, что скудно. Ну, похавать можно. Сейчас похаваем. Будем просто разыграть микроволновку. Начнём мы непосредственно с овощного рагу. Коробка запечатана довольно плотно. Открыть, блин, её не очень просто. Блин, здесь проще погнуть всё остальное, чем, блядь, открыть. Так. Как мы видим, у нас тут тушёночка. Вкусняшечка с овощами. Картошка с овощами и прочая шляпа. Отрываю какую-нибудь вообще. Сейчас поставим микроволновку, погреем и пожрём. Мы даже решили не мастить тарелки, короче. Вот эту хрень можно греть в микроволновке. Я сначала подозревал, что нельзя, но у нас тут есть умные товарищи, которые такие засовывают и без проблем греют. В общем, мы пойдём тем же самым путём. Погреем и похаваем одноразовыми ложками из этой типа посуды. Да, как бомжи, короче. Да. Так, вот. Наша жиранина готова. Выглядит теперь гораздо аппетитнее, по-моему. Что-то она как-то слабо погрелась. In my opinion. Бля, мою погрей ещё. Точно? Да. Ну ладно. Чуть-чуть. Погорячее, погорячее. Пока что кирилловая порция греется, я уже начну пробовать свою. Употреблять. Так, ну пробуем. Очень жирно, вкусно. В принципе, для одноразового приёма пищи нормально так, неплохо мне нравится. Обожраться. Не то, чтобы обожраться, но такая порция, она очень реально жирная, калорийная. Сейчас насчёт к вопросу калорийности вернёмся, так как меня этот вопрос интересует, сколько мы там потребляем БЖУ и насколько это актуально для полевых условий при повышенных затратах организма. Так вот, приготовилась порция кирилла. Вот мой чай, такой чай, x5, короче. Вот, буду его. Так, вот, держи. Во, вот это другое дело. Вот, помнится, пару лет назад, я какой-то школьник сделал обзор на Биг Тести из Макдака. Все ржали, угорали, говорили, аха, школьник, обзор на жрачку из Макдака делает, долбоёб. И посмотрите, и посмотрите на нынешний топ Ютуба. Обзоры на жрачку теперь делают те, кому не лень. Даже мы. Да. Надо это показать перед камерой. Я считаю своим долгом показать вот это блюдо замечательно. Где там, блядь, как там нахожусь? Вот как-то. Вот, смотрите, как это все выглядит. Я это сейчас сожру. Видите, как картошечка нарезана. Она прогрелась. Там мяско есть. Вот такое вот, не слабенькое такое. Жиро чуть-чуть. Я бы не сказал, что оно очень жирное. На самом деле оно в меру жирное. И в меру, так сказать, типа влажное, сырое, что ли, блядь, с бульоном. Когда будет вы, сука, бульон халать. В общем, короче, оно неплохое. Вот по моему разумению, это вполне пригодно для того, чтобы жрать в поле. И вам даже котелок не нужен. Короче, вот это берете так и прям питоните. Так, вот, закончил я, короче говоря, жрать свою картошку. Ты ее что, с питомью? Да. Она естся, короче говоря, за минуту. Я жру очень быстро. У Ивана просто, короче, вот, несмотря на его, короче, комплекцию, короче, у него черная дыра, как и у меня, блядь, будет. Только я, короче, набрал, вырос, короче, да, а Ванька что-то не растет, вот. И у него ни в коня корм, и он уже употребил. А у меня еще вот столько осталось. Вот, как-то так. Чтобы пользоваться этой ложкой опять по назначению, я ее, пожалуй, протру, поставил их в рачке. Зато сказал вам, как он, салфетку. Так, и опять же, весь мусор я вот уже вот собираю сюда непосредственно. То есть ты как пожрал, как свинья, себя не веди, собери все обратно и выкинь потом где-нибудь еще. А то опять же, товарищи страйкболисты, туристы и так далее, очень любят похавать весело и с комфором. Здорово. Да. И оставить после себя срач просто неумолимый. Так, переходим. Так, их надо бить ногами. Теперь мы подобрались уже к икорочке. Вот она икра из кабачков. Честно говоря, я икру из кабачков не очень люблю, и жрал я ее только, когда служил в Армейке, в Сердово. Там столовка была отвратительная, и что мне только попадалось, обламывалось, пожирать, я ел все. Это, будь это, шпик, еще что-нибудь. Так что, сейчас я немного поностальгирую в меру своих возможностей. Так, вот, к примеру, икра кабачковая из других сухпайков. Это из Армии России, которая на ГСП и в Армейке чаще всего дает. Вот, а вот это вот, вроде бы, из МВД и МЧСного, да, сухпайка. Я попробовал такое говно, блядь, это просто пиздец, короче. Я не могу по-другому сказать. Я люблю, короче, вот эту овощную икру. Но вот это, это не икра. Она просто какая-то херня нарубленная. Она пожиже должна быть. Вот все, кто в срочку служил, по идее, должны вот эту хрень пробовать, потому что ее очень часто в Армии дают. Вот это, это какая-то пародия. Она, во-первых, сухая, похожа на рубленые какие-то овощи, она сладкая, короче. Она не отдает кабачковой икрой. В общем, это реально не то. Я вот эту шляпу попробовал, есть я ее не буду, короче. Проверять я его, конечно, не буду. Вот, а вот эти двери я открыл, я сточу. Переключимся к непосредственно моей порции. Попробуем открыть. Все коробки в этом сухпаке очень сильно проклеены, хотя вот это вот нормально открывается. То есть без информации я даже все руки, грубо говоря, не зафоршмачил. По моему мнению, выглядит она довольно стремно. Я всякую кашеобразную жрачку не особо-то люблю. Ты черви не хавал дождевых, поэтому она кажется. Не, ну, черви дождевые фигня, вот муравьи, муравьи это вкуснее, а не кислые какие. Так, не спрашивайте, почему я знаю, почему муравьи кислые. Переходим к армейским галетам. Короче, Ванек ест с галетами, а я вот эту шляпу ем так, потому что я ее реально люблю, короче. Наложим этой икорочке. Заморской, заморской. Заморской. Икра заморская, баклажанная. Она даже не хуже, чем то, что я в армии ел. Ну, грубо говоря, в армейке тебе и уксус сладкий будет, а здесь на гражданке можно быть более привередливым. Так вот, хочу сказать, что мне даже понравилось. Я, пожалуй, ее попробую съесть как можно больше. Хули там есть, бля, девушки. В армейских столовых, ну, по крайней мере, насколько я помню, со времен своей срочники, с 7-го, 9-го года, они, короче, были вот эти вот. Вот эта же икра самая, она в 3-х литровых банках была. Я, как бы, не вникал, кто ее там поставляет, но по вкусу она реально такая же. Это, так сказать, неотъемлемая часть солдатского рациона. Что там у нас еще было? Черняжка, белый хлебушек, там какой-нибудь, там порш, короче, и там кислый суп и пигус, короче, когда времена застоя настают. Так вот, в те времена, такие времена застоя, вот это, ну, это почти как деликатес, короче, было такой, типа, ааа, икра дается, ааа, пойдемте жрать, короче. Вот, ну и весь сок пай, собственно, так же воспринимается. Ну и вот поэтому я ее и жру. Вот, еще что заметил, такую вот фишку, то, что всякую такую вот фигню, типа икра, сало, обычно едят только люди из области, то есть солдаты, которые призываются там из какого-нибудь Краснодара, Оренбурга, Читы, Рульяновска или еще что-то. Вот пацаны из Питера и из Москвы, так же Ленобласти и Подмосковья, такие вещи вообще жрать не любят, ну, не знаю, как так получается. Короче, отмечу такую хрень. Вот эту я сожрал, баночка, это, короче, вот из нашего ОПРП, а вот это из Армии России. Они по вкусу отличаются, и вот это, типа, более острая, что ли, чуть-чуть какая-то. Ну, не то, что острая, она, конечно, по вкусу отличается. А мне вот эта больше понравилась. Вот эта поприятнее, прям приятная такая. Вот эта какая-то более крупистая, что ли. Ну, по сути, одно и то же. Может быть, это от даты зависит, и там, так же, хранение и прочее, но она не сильно хуже. Что еще хочется сказать, очень здесь чувствуются такие нотки томата. Знаете, как вот сухарики, там три корочки добавляют, вот абсолютно такой же привкус. Бизь, я такую хуйню вообще не ем. Даже я понятия не имею, о чем ты говоришь. Последний раз сухарики я ел, когда мне 12 долларов. Вот, короче, вот. Вот столько у меня пакетов, короче, было. Вот, у меня там достаточно крепкий чай заварился. Я тогда сахар нахерачу, и буду пить, кайфовать, смаковать. Какая... Чмарили, короче, потом это. Мопс, дядя-пес. И зашибаешь миллионы просто. И все. Я ничего, кстати, против мопса не имею. Он вообще угарный персонаж. То есть я не знаю, чего там все чмарят. Но, как бы... Он, кстати, тоже много матерится. Много. Вот. Ну, понятно, что он зэк, да. Но он животное, я согласись. Да, да. Короче, он потешный, потешный дядька, короче. Кто-то там будет говорить, что он черт, петух, там еще кто-то, короче. Но он просто потешный, мирный такой бедолага. Короче, я бы так сказал. Так, и теперь мы потихонечку перебрались к своему непосредственно десерту. Вот у нас вот есть такой вот чай. Не знаю, я его еще раньше не пробовал. Обычно чай мне в Армеке из сухпайков не доставался. Короче, тут Ванька не готовит, вспоминает. Прапорщик кто? Он старшина был или кто, блядь? Не, он... Этот не старшина был. Там, я думаю, не стоит его, короче говоря... Нельзя его упоминать, да? Нельзя его упоминать, да. Слушай, секрет. Да везде, короче, были такие мерзкие какие-нибудь пропора, короче, вонючие там, какие-нибудь вечно пьяные, блядь, залупающиеся на солдатиков, на бедных, блядь. Вот. И всегда будут такие товарищи из армии. Кем бы вы ни служили, блядь, как бы вы, долгого не служили. Будут такие люди, которых вы будете вспоминать, вот лишь бы ему ебало, на них. Вот лишь бы ему ебало. У меня тоже такие товарищи. Лично по моему мнению, вот такие вот типы в жизни молодого человека, тем более призывника, быть должны, потому что армейка это место, где ты должен научиться никогда не расслабляться, заебаться, и чтобы потом выйти и говорить, все, хуйня, у меня замечательная жизнь, меня никто не дрочит. Вот. С таким вот отношением я, собственно говоря, и живу, и многие негодуют, почему я такой, блядь, охуевший оптимист. Вот, чаек я замешал себе, такой черный получился. И переходим к моему любимому, так сказать, делу, что есть в сухпайках. Вот яблочное повидло из сухпайков, оно лучшее повидло. Нигде такого же, как бы, сладкого и одновременно кислого, как я люблю, я почти никогда не встречал. Кстати, вот такое вот решение, оно гораздо лучше, чем, ну, к примеру. Сравнение сейчас будет, кстати, по вкусу. Повидло, кстати, вот из сухпайка Армия России. Может, а может МВД, хуй его знает. Ну да. И вот из единичного приема пищи. Вот такое вот гораздо удобнее. Из него удобнее выдавливать, и места он занимает меньше. Консерв сушпрот, бля, ёпки. Как? Вот, короче, консерв сушпрот и барыш, барышский консервный завод, вот. Вот это я уже сейчас жру, ну, в свой пакете. Вот, и вот мы сравним его с этим. Ну, насколько я понимаю, они по цвету даже различаются, вот мы сейчас вот тоже откроем и сравним. Так, сначала мы открываем вот этот вот, грубо говоря, из завтрака. Вот так можно назвать. Здесь, вот, отрывная линия здесь вот. Немного вот так вот сгоняем, чтобы вся эта сраженная наручь не полилась. Вот получается вот такая вот удобная, обалденная, удобная штука. Хоп, налил себе. И не замастился. Да, и не замастился. Можно спокойно принимать пищу. Очень вкусная, кисленькая. В то же время такое сладкое по виду, такая золотая середина. Насколько я помню, вот это слаще должно быть. Ну, сейчас. Узнаем, проверим. Давай открою. Давайте открывай. Где у него тут, говорит, отрывная? Ну, кстати, здесь нету этой отрывной хуни. Да, здесь нету отрывной линии. А, нет, есть, пизжу, напиздел. Есть. Напиздел. Короче, здесь тоже вот эта хрень отрывная есть. Просто представьте, по удобству, да? Либо ты уголок у квадратного отрываешь и там из маленькой такой хуйнюшки давишь, короче. Либо ты будешь давить из этого большого шляпного пакета. Потом просто приходится каждый раз там подравнивать, передавливать. Что-то хуёво отрывается. Ну, вот, блядь. И отрывается хуёво. Поэтому мы используем ножик. Показалось оно повидло. В общем, берём галет, который у тебя лежит. Из армии России повидло. И сейчас будет ещё вот из русского МРЕ. В принципе, по-моему... Чуть-чуть вообще. Ну, чуть-чуть. Глазом, по крайней мере, видно. На камере, может быть, не видно. Из армии России он более такой, как вы видите, прозрачный такой. А вот из русского МРЕ, будем так говорить, потому что ОПРП... Да, ОПРП я запомнил. Вот, он более такой зернистый. Кстати, надо сравнить. Из армии России повидло более такое мягкое, что ли, более сладкое. А вот из ОПРП повидло такое кислое. Мне оно лично больше нравится. Оно очень такое хорошее. Так что, по моим предпочтениям, вот это вот круче, чем то, короче. Во-первых, эргономичный, удобный дизайн, а во-вторых, непосредственно вкусовые качества. Запизделись мы про Павилу. Совсем забыл про этот вот. Вкусный чай. Он прям делает меня человеком, как говорил Никита Литвинков. Знаешь Никиту Литвинкова? Кто это? Ну, это такой тип из мемов, которые я говорил, здесь был хороший борщ с капусткой, но не красный. Не, не знал. Не, я не знаю такого хуя. Ну так вот, он, короче говоря, в армейку ушел и стал оркестровым воякой. В общем, я не знаю, кто такой Никита Литвинков, но Ваня мне сказал, что покажет. Ну, давайте ознакомимся. Так, давай, нажимай play, я буду смотреть вот твою реакцию непосредственно. Ну, на самом деле, этого волосача я видел кадр, но я не смотрел в хуйню. Ну, давай, смотри. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат. Куда крошат? Я это смотрю. Капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще что. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Он что, защитил боев, что ли? Нахуй! Я Никита Литвинков. Так. Это, не, ну это, я не знаю. Я видел эту картинку, да? То есть, вилка-то волосача стоит. Я даже, это, я не смотрел, как бы, ну где-то в Ютубе, там, в предложке оно есть где-нибудь. Вот. Я не знаю, ну, его мама уронила, по-моему, блядь, пару раз, блядь. Причем, видео-то видно, что старое, короче. Не знаю, короче, Никита Литвинков, ничего личного, блядь, но на этом видео ты натуре долбоев. Ну, вот смотри. Но зато он не откосил. Он, как настоящий мужик, пошел служить Родине. Вот, тут видос, как он на баяне играет в расположении Род. Посмотрите. Посмотрим. О, времена флоры. Братишка. Побрили волосача, побрили. Знаешь, какая мелодия. Что за мелодия? Сейчас он разыгрывается, распевается. Да как это ни хуя, это за старый видос, когда пиксель видно, значит, не очень скажешь. Ну, знаешь, год 10-й он ушел. Съязательно. Это не моден, токни какой-нибудь, блядь. Нихуя он бомбит, блядь. Вот их в челках гоняет, пидор. У него, короче, по ебалу видно, что ему объяснили, кто он и что он, и что он, и что борщ с капусткой, там, чай, там. Ну, так себя вести нельзя, короче. Поэтому у него на ебали, короче, вся грусть армейской службы написана, собственно, играет. Ну, зато играет. Человек-оркестр. Красавчик, че, заебанно играет. Сейчас дальше он начнет. Еще один хит. По очень крутому фильму, который я очень люблю. Он у меня в одном ряду с братом стоит. Я не думал, что на одном байне можно сыграть. Майор. Да люди оркестры, они все такие. Ебалу, короче. Охуеть, просто. А кто вообще, блядь, его, девушки-то, блядь? Охуево знает. Ну, я в натуре музыкант, блядь. Вот че с людьми армии делают. Ну, а при чем это, блядь? Такой смотрит куда-то, там. Итак, чайку у нас осталось. Сами видите. На донышке. Вот, допиваем. И хочется сказать то, что этот чай не отличается от Липтона. То есть он такой, ну, от обычного Липтона, который просто в пакетах. То есть поганенький такой. И на чае, собственно говоря, этот сухпайок закончился. После этого мы, как культурные граждане, берем и все это складываем в одну большую мусорную тару. Так, мы предварительно оставили вот эту вот коробочку, в которой все это дело находилось. Взяли вот этот вот пакет. Взяли, открыли. Все, что мы съели, всю эту пакость мы сюда укладываем. Закрываем. Собственно говоря, открываем уже вот этот вот пакет. Зипованный. Да, зипованный. Четенький. Можно его, если что, оставить. Там в него тетрадочки складывать. Там в шарашку, в ПТУ свой любимый ходить. Сказать, я сухпайок, Абал. Ребятки. Да, да. Вот, похватываться там перед пацанами. Все обзавидуются. Вот так вот это все дело убирается. И на вот эту вот молнию. Можно наебать кого-нибудь. О, сухпайок. Он откроет, а там уже, блядь, БУ нахуй. БУ. Пожеванный такой, понадвкусный. Вот. Все компактно, собрано. Можно даже с собой забрать. Если там ты реально в поле, типа, воюешь, там, тащишь за какую-нибудь страну непризнанную. В общем, то это ты все берешь с собой. Не оставляешь там, где пожрал. И выкидываешь уже, когда... Ну, сжигаешь. Ну, да, сжигаешь. Ну, сжигать тоже не всегда вариант. Ну, где вариант, там и сжигать. Потому что костер могут запалить всякие негодяи там. Короче, это, пламенем... Ну, пламенем из очка врага, у которого бугур случился, этим и сжигаешь. Да. Берешь и сжигаешь. Ну вот, собственно говоря, мы захавали вот этот вот сухпайок. И на этом наша маленькая передачка «Хочу пожрать по-солдатски шоу» подходит к концу. Какие у нас есть соображения по этому поводу? Ну, в общем, мы, кстати, не упомянули о калориях, да? Здесь представлено всего вот таких сухпайков. Бывают два типа варианта. Один, вариант два. Первый вариант имеет 1090 калорий. На самом деле это очень мало. И второй вариант еще меньше, 1020 калорий. Разница невелика. Небольшая разница в блюдах. В общем, мы сожрали эти сухпайки. Я лично сейчас чувствую себя обожравшимся. Но следует отметить, что у меня, лично у меня, была парочка лишних банок. Там икра лишняя была, лишний пакет повидла был, короче, и там, по-моему, пачка калетов. Но мы не все схавали. Я выпил много чая, я обожрался. Вот сейчас я чувствую себя обожравшимся. Поэтому, исходя из того, что не все такие большие дядьки, как я, на самом деле есть кто-то больше, я уверен, я не спорю, но мой вес сейчас 110 кг, я обожрался. Так что людишки, которые носят там 44-46 размер формы, я думаю, даже не смогут его съесть целиком. И как бы там еще с товарищами делиться будут. Поэтому, ну, скажем, на какие-нибудь там воскресные пострелушки или что-нибудь такое, какая-нибудь тренировка в субботу, страйкбольная, не страйкбольная. В общем, вот такой вот ОПРП прям идеальный вариант. Таково наше заключение. Опять же, плюс этого суббайка в том, что он не занимает много места, компактен, жарачка там нормальная, вкусная. Вот. И за собой удобно убрать мусор весь, который ты развел. И это обязательно. Потому что, вот, например, недавно, хотя какой там недавно, еще где-то во время выборов в прошлом году, мы побывали на полигоне Ивантеевка, и он просто, ну, просто засран всякими консервами и прочим дерьмом. Причем это оставляют не только школьники, но и взрослые всякие мужики, которые просто бидеры, я считаю. Да, вот, короче, ребята, не срите на полигонах, блядь, не срите в лесу, убирайте за собой свой ебаный мусор. Вот так. Вот. Так что на этом все. С вами был военный обзор, Иван Савин и Кирилл. Подписывайтесь на мой канал, на канал Кирилла, и ждите новых выпусков, интересных и не очень с матом и без. Пока. Всем пока. Пока.